Добрый вечер! Меня зовут Нина, я координатор беговых программ в школе циклических видов спорта I Love Super Sport. Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж. Анас, спасибо вам большое, что согласились сегодня к нам прийти в эфир. Тема сегодняшней нашей встречи – это занятия спортом при заболеваниях с сахарным диабетом. И у меня в связи с этим к вам сразу первый вопрос – можно ли вообще заниматься спортом? Потому что зачастую существует такое мнение, что при сахарном диабете спортом заниматься нельзя, нагрузки несут, физические нагрузки несут, соответственно, дополнительную нагрузку на зрительные наши органы, на почки, на печень влияет. Вот ваше мнение по этому поводу. Ну, я скажу сразу, что не то, что это можно, я скажу, что нужно, наоборот, заниматься спортом при сахарном диабете. Это один из методов лечения, что сахарный диабет первый, что второй тип диабета. Чем отличается, давайте сразу, первый, второй тип? Ну, первый тип диабета – это аутоиммунная патология, когда пациенты получают только инсулин. Кроме инсулина у них нет никаких других лекарств. Они могут болеть при рождении, они могут болеть в ранном возрасте, в 30-40 лет, но в основном пациенты до 40 лет, они болеют как раз диабетом первого типа. А второй тип диабета – это приобретённый. В основном это нарушение метаболизма, всё связано с лишним весом, ожирением и так далее. То есть, с образом жизни в основном. Как вообще понять, как диагностировать диабет? Потому что у меня есть такое ощущение, что большинство людей просто могут не знать, что они болеют этим заболеванием, и что диабет у них есть. Да, действительно, это важно, потому что большинство пациентов, которые я получаю впервые выявленный диабет, я здесь имею в виду второй тип диабета, они после прохождения медкомиссии. То есть, у них никаких жалоб нет, просто приходили на медосмотр и увидели, что сахарный торчак у них повышен. И это очень, скажем так, часто бывает. Ещё, или приход от офтальмолога, который смотрит в глаза и видит изменения, которые связаны, могут быть, с диабетом. Или от кардиолога, который начинает замечать какие-то изменения по давлению, которые тоже связаны с диабетом. То есть, редко, когда пациент обращается напрямую к эндокринологу. Обычно получается через. Через, понятно, специалист. А второй тип диабета, первый тип диабета, это вот аутоиммунная патология. Часто бывает, что она начинается очень быстро, резко, и пациенты нередко попадают в реанимацию. И через реанимацию мы их получаем. То есть, это идёт абсолютный дефицит инсулина, и сахар не растёт, как там при втором типе диабета, до 6, до 7, до 10. Здесь может расти до 20 и до 30. И в связи с этим они часто попадают в реанимацию, а потом уже к нам. А с чем вообще связано повышение, понижение уровня глюкозы в крови? Если мы обсуждаем это у пациента с диабетом, или без диабета начинаем, обычно физиологично после приёма пищи сахар растёт в крови, поджелудочный даёт достаточное количество инсулин для того, чтобы его сохранить в рамках нормы. И отсюда как раз идёт диагностика диабета. То есть, существует норма сахара в натошаг и после еды. Если мы говорим, что после еды сахар должен быть у здорового человека до 7,8, и мы видим, что сахар больше 7,8, то есть 8, 9, 10, это говорит о том, что уже есть отклонение на уровне сахара, как раз здесь начинается диагностика. И самый, скажем так, золотой метод диагностики диабета везде и всех премьём – это глюкозотолерантный тест. Приходит пациент натошаг, смотрит, какой у него уровень сахара, даёт сладкий раствор, где 75 граммов глюкозы, и через час и два часа смотрит, какой будет уровень сахара после углеводной нагрузки. И здесь вот ставят или это норма, то есть сахар после нагрузки в норме, и это хорошо, или больше нормы – это уже диабет. Понятно. А как вообще физические нагрузки влияют на заболевания, на его развитие? На развитие заболеваний точно не влияет, но когда нет физической нагрузки, действительно влияет на развитие заболеваний, потому что диабет – это неинфекционная эпидемия 21 века, связана в основном с высокими технологиями, которые нас окружают, и малоподвижный образ жизни, начинается избыточный вес, избыточный вес даёт инсулинорезистентность, организм плохо чувствует своего инсулина и заканчивается повышением уровня сахара. Поэтому, наоборот, отсутствие спорта или физической нагрузки – это одна из ведущих причин развития диабета у людей. Понятно. Вот у вас на слайде перечислены основные болезни цивилизации, это, наверное, такие болезни современной жизни. Да. Атеросклероз – понятно, ожирение – тоже понятно. Но я правильно понимаю, что сахарный диабет является таким локомотивом развития всех этих заболеваний и может привести в итоге к нему очень хорошим заболеваниям? Однозначно. Повышение уровня сахара в крови он ведёт к атеросклерозу, потому что сразу начинается изменение на уровне внутренней стенки сосудов, а он влияет напрямую на сердечно-сосудистую систему, и начинаются проблемы, которые связаны с стеной кардией, меняется у людей физиология внутренняя. То есть, если сахар повышается в крови, а кровопрощение везде, значит, у нас отклонения идут везде. По всему организму. Да, по всему организму. Поэтому двигателем всех этих вот катастроф, которые мы видим на слайде, это диабет, да, а основная причина – это ожирение. Понятно. Вот хороший вопрос, как определить свой уровень физической активности? Но физическая активность, скажем так, как, если мы говорим про человека, который с диабетом, да, физическая активность напрямую, она связана с возрастом, то есть, пациент какого он возраста, и компенсация диабета. То есть, существует, что, да, если есть у пациента диабета, и он получает адекватное лечение, то он компенсированный, то есть, сахар с помощью терапии, он в рамках целевого диапазона. И здесь как раз он может подобрать любую нагрузку, которую может её подобрать любой человек, который без диабета. Но существует ещё ограничение, если есть резкие изменения на уровне глаза и внутриглазное давление, как раз связанное с длительным плохим контролем диабета. Здесь можно сказать, что исключаются или ограничатся именно силовые упражнения, которые могут ввести к ухудшению или к резкому подъёму кровопрощения в мелких сосудах. А так, в основном, если пациент компенсирован, то у него никаких ограничений, скажем так, нет. – Интересно, что когда я готовилась к этой встрече, я читала немножко материалы, и действительно многие врачи говорят, что одно из главных осложнений – это на глаза. Почему именно на глаза? Как связан вообще диабет именно с глазными заболеваниями? – Да, а глаза – это зеркало пациента с диабетом. – Зеркало души. – Да, да. Смотрите, если мы начали с того, что диабет – это гипергликемия или повышение сахара в крови. Если сахар начинает расти в крови, то первые пострадавшие – это мелкие сосуды. Они не выдерживают такую нагрузку. Поскольку сахар влияет напрямую на эластичность сосуда, то есть сосуд должен реагировать на повышение и снижение давления. А если эластичность сосуда утрачена на фоне гипергликемии или частей эпизоды гипергликемии или повышенного сахара у этого пациента, они могут только взорваться. Вот и здесь и начинаются проблемы с глазами. – Теперь ясно. – И с почками, кстати, то же самое абсолютно. То есть там тоже мелкие сосуды. – Понятно. Но почему-то такое мнение, что как раз в прощение эндокринолога попадают чаще люди-адокулистов, адофтальмологов. – Да, да. – Идут от них. Здорово. – Основной поставщик. – Понятно. Тут приведены затраты энергии, это, соответственно, наверное, средние показатели, какие тратит человек при занятиях активностью физической. В чём вообще глобально, с вашей точки зрения, такой с медицинской, с точки зрения врача-эндокринолога, польза физических упражнений в целом для людей, для всех? – Но вообще-то она… В первую очередь, если мы говорим про пациент с диабетом, да, и говорим, что в основном они страдают из-за нарушения сердечно-сосудистой системы, то спорт – это оружие номер один для улучшения сердечно-сосудистой системы. И, кстати, можно, я могу даже вспомнить всех моих пациентов, которые они и спортсмены, и накануне, вот, они заболели диабетом, то есть они какой-то кусок жизни жили с интенсивной физической нагрузкой, да, и потом появился у них диабет первый тип, как раз именно инсуин независимый, который считается как тяжёлый, да, диабет, который требует интенсивное лечение. За всё время наблюдения, то есть более, скажем так, 7-10 лет, у этих пациентов очень редко, когда развиваются осложнения. Самое главное, что они очень хорошо поддаются лечениям, то есть дозы инсулина, для каждого пациента существуют индивидуальные дозы инсулина. Я не сторонник, что чем меньше инсулина, тем лучше, но, тем не менее, у этих людей всегда малая доза инсулина, то есть это говорит о хорошей чувствительности к препарату, это напрямую связано с занятием спорта, с тем, что у них развитая мышечная масса, да, и это тоже напрямую влияет на, скажем так, качество компенсации после появления заболевания. Тут вот ещё как пример у вас указано снижение кровяного давления. Я так понимаю, что оно тоже положительно влияет на организм в целом и на восприятие инсулина. Да. Здесь, смотрите как, давление в организме, да, это тоже не просто вот сосуды, да, это тоже результат вот других гормонов надпочечника, которые контролируют вот это давление, чтобы оно повышалось, да, во время физической нагрузки, потому что это необходимо, или снижалось перед сном, потому что с гипертонией мы не сможем уснуть. Это достаточно тонкий момент, и на него влияют гормоны. Но как это может быть связано с инсулином, да? Инсулин и чувствительность к инсулину, она напрямую влияет на уровни сахара в крови. То есть, если мы занимаемся спортом, да, если у нас хорошая чувствительность к инсулину, значит, у нас сахар в крови в рамках нормы, и артериальное давление, оно более-менее под контролем. Если у нас сахар резко растёт, да, из-за того, что низкая чувствительность к инсулину, часто бывает, что следом и артериальное давление растёт. Понятно. И это как раз связано ещё с другими проблемами, которые могут быть ещё с передозировкой инсулина. То есть, из-за того, что пациенты не занимаются спортом, надо здесь вот концентрироваться, вот хорошо, чтобы понять эту схему. Пациент не занимается спортом, плохой сахар, приходит к доктору, доктор увеличивает ему дозу инсулина. Почему? Потому что результат не очень. И получается как? У него, мы наращиваем ему дозу не из-за того, что это его доза большая, а из-за того, что у него низкая чувствительность. И получается как? Он получает большую дозу, а через некоторое время внезапно улучшается чувствительность. И эта большая доза, она превращается в передозировки, особенно в ночное время, и вызывает гипогликемию во сне. Из-за этой гипогликемии – это достаточно тяжёлое состояние. Организм часто не… ну, часто бывает, что даже снятся кошмары, и пациенты просыпаются из-за этих гип. Но у пожилых людей, к сожалению, не всегда так бывает. Гипогликемии ночью, а утром просыпаются с большим сахаром, потому что организм пытается как-то спасать из-за этого человека во сне. И это тоже сопровождается гиперартериальное давление. Приходит к доктору, к кардиологу, а он ещё усиливает препараты, которые снижают давление. И получается как? У него много инсулина, много препаратов, которые антигипертонии, и этот пациент ухудшается, 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 пока он не умрёт от того, что у него пожизненно неадекватное лечение. А нас? А я хотела ещё спросить, как сказали, по поводу возраста. А есть вообще какие-то критерии такого возраста, когда чаще всего диагностируется заболевание диабетом? Но какой? Первый или второй тип? Ну, второй, соответственно. Второй метаболический, но на самом деле, к сожалению, диабет молодеет. То есть, если раньше мы видели пациента, который 50-60 лет впервые выявлен диабет, то сейчас мы видим, у меня недавно была пациентка 30 лет. Ну, конечно, здесь понятно, морбидное ожирение, прирост 160, у неё вес 110, то есть квадрат. А кроме вот диабета, слава богу, что только диабет начинается. А у неё и диабет, и одновременно и стенокардия, и атосклероза, и так далее. Поэтому сейчас уже даже в новую рекомендацию, вот Американская диабетическая ассоциация, есть рекомендация по поводу, как лечить детей с диабетом второго типа. У детей тоже бывает? К сожалению, да, бывает. Из-за этих вот фастфудов, горберов и так далее развивается. И даже вот я недавно читал статью, что вот можно ещё делать им париатрическую операцию, ну, в связи с ожирением и для профилактики диабета и так далее. То есть, это, конечно, грустно, да, потому что... Но факт остаётся, что основной двигатель всего этого, это малоподвижный образ жизни и избыточный вес. А если, допустим, у меня первый тип диабета, я почувствую это как-то, я пойму? А, конечно. Или я могу там полжизни поражить и не подозревать? Не, 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 это невозможно. Кстати, пациенты с вторым типом диабета, они гуляют всего лишь 10 лет без диагноза, так, чисто статистически, пока случайно никто как-то не поставит этот диагноз. То есть, мы уже, когда, после того, что получили этого пациента, уже стоишь 10 лет, поэтому вы можете представить, какие-то осложнения, которые без лечения. Но то, что касается первого типа, нет. Это острые заболевания, то есть, пациенты сразу чувствуют учащённое мочеспускание, сухость во рту, то есть, они пьют воду литрами, да, при этом всё равно сухость продолжается. Зуд, да, часто бывает, что вот пациент страдает от нарушений сна, вот в начале, да, то, что они очень как-то сильно потеют. То есть, это достаточно, причём острые изменения, которые вот продолжаются, может быть, максимум неделю до установки диагноза. А если дальше тянуть с этим, можно попасть в реанимацию, потому что у пациента идёт вот абсолютный дефицит инсулина, его практически нет. А сахар растёт в крови, инсулина нет, и организм начинает использовать жир. Кстати, тоже самый важный признак – снижение веса. То есть, они могут и за месяц похудеть и на 20 килограммов. Угу, понятно. Ладно, вернёмся к физическим нагрузкам. Вот, да, я вас увидела, вдохновляющий пример человека, которому поставлен диагноз диабет, но, тем не менее, продолжающий активно и успешно заниматься спортом. Но, тем более, это было в 1975 году ещё, когда были достаточно такие примитивные инсулины, не было никаких глюкометров, никакого особого контроля. И здесь как раз это яркий пример показывает, как правильная физическая нагрузка и правильное подобранное питание, и правильная физическая нагрузка, как это достаточно для того, чтобы жить с диабетом спокойно. Угу. То есть, многие думают, что для того, чтобы был хороший, скажем так, контроль, нужны современные инсулины, там, инсулиновые помпы, которые, кстати, часто устанавливают, или вот непрерывный мониторинг глюкозы и так далее. На самом деле нет, всего лишь дисциплина, да? Понятно. То есть, хороший тренер питания. Это самое сложное всегда. Да, хороший тренер питания, и всё, и на этом закончили. На ваш взгляд, медицина именно такая диагностическая сильно продвинула эсс? Очень сильно, да. Очень сильно. Ну и, видимо, новые какие-то методы появились, да? Конечно. То есть, сейчас, конечно, основное, скажем так, благо для больных с диабетом – это распространение методов непрерывного мониторинга глюкозы. То есть, если раньше пациенты так тыкали пальцы, смотрели, вот, дай бог, два раза. Да, да, я помню эти картинки, когда, да, там, кровь из пальца, тыкнут, тыкнут. Да, 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 один-два раза в неделю, там, или, не знаю, раз в месяц. Сейчас есть приборы, которые измеряют сахар крови каждые пять минут, да, то есть, и получают пациенты, что он видит уровень сахара в режим реального времени, не просто, то есть, точка сахара, да, то есть, померили и посмотрели. Нет, в режим реального времени, то есть, он видит сахар до еды, и во время еды, и после еды, и до физической нагрузки, во время нагрузки, после. И самое интересное, что даже вот современные приборы, они предупреждают оближающейся гипогликемии. То есть, если есть склонность к понижению сахара, да, а наш прибор считает скорость и снижение для того, что или там пациент с диабетом, или спортсмен пошёл и начал как-то что-то делать по этому поводу. Космос. А, вот, ещё вот примеры. Белия, Белия тоже, Белия тоже был выявлен диабет, да? Я даже не знала, если честно. Ну, здорово. В общем, это всё свидетельствует о том, что при желании диабет не мешает заниматься спортом и достигать результатов. А не то, что не мешает. Вообще-то, мы должны думать о том, что спорт – это основной, скажем так, метод, один из основных методов лечения. Спорт должен быть рядом с терапией. И я советую, чтобы пациенты даже при любых, скажем так, осложнений или с любым типом диабета, чтобы они нашли себе тренера или постараюсь потихоньку заниматься спортом те, которые вообще не занимаются. Потому что, как минимум, да, если взять только вот один плюс, да, улучшение чувствительности к инсулину. Если улучшится чувствительность к инсулину без разницы к собственному инсулину или инсулину, который получаем с помощью инъекции, это уже большая плага в плане улучшения контроля гликемии. Понятно. Вот про физическую активность. Следующий слайд в течение 30-50 минут. Это времени, я так понимаю, вполне достаточно для регулярных занятий спортом и чтобы организм привести в норму, снизить вес и контролировать общий уровень глюкозы. О, кстати, предотвратить остеопороз – это тоже интересно. А сахар влияет на остеопороз? Конечно. Чем больше сахара в крови, чем выше риск остеопороза. Сахар растёт, кальция уходит из костей, накапливается в кровопрошение. И дальше, помимо того, что снижается плотность костей, ещё он может накапливаться в почках и давать камни в почках. Понятно. В общем, да. Основные условия для занятий физкультурой и спортом. Что тут, на ваш взгляд, является таким ключевым и самым важным? Всё-таки мы начинаем с того, что… Первое, мы начинаем с визитом к врачу. Да. Потому что врач, он есть, скажем так, человек, который может оценить компенсацию, то есть насколько пациент готов к занятию спорта, что нужно для этого, и какие есть условия для занятий спортом. Почему? Потому что в основном пациент с диабетом, они получают сахароснижающую терапию. Или в таблетированном виде, или в инъекционном виде, как инсулин терапия. И перед нагрузкой обязательно нужно получить необходимые рекомендации в плане или изменения дозы, или улучшения, или ситуационно, как нужно себя вести в разных ситуациях. Я правильно понимаю, что это врач-эндокринолог должен сказать? Правильно, абсолютно. Конечно. Ну, то есть без консультации врача лучше к каким-то таким активным нагрузкам и к активным мероприятиям не прибегать? Ну, к активным, да. Но это не исключает просто ежедневные, скажем так, обычные нагрузки. То есть ему, пациенту, не нужен докринолог, чтобы заниматься, не знаю, скандинавской ходовой. Понятно, понятно, да, понятно. Но вот как раз ещё, что хорошо знать симптомы гипогликемии, потому что мне так тоже кажется, не каждый обыватель их может знать. Да, причём здесь нужно ещё достаточно серьёзно об этом поговорить, потому что гипогликемия – это острое, неотложное состояние, которое требует, скажем так, профессиональное вмешивание. Потому что любые снижения уровня сахара, как 3,9 мм и ниже, это настоящая угроза. 70% глюкозы, которую в организме употребляет мозг, и если начинается у нас острый дефицит глюкозы в мозге, это похоже на микроинсульты. Или человек почувствует и сможет сам принимать сахар, или там, как мы говорим, 3 куска сахара для купирования гипогликемии, или есть специальное средство для купирования гипогликемии, называется декстроза. Пациенты принимают, и они дальше контролируют, смотрят, сахар уже в рамках нормы или нет. Или есть другая категория пациентов, которые не чувствуют гипогликемию. И это является нарушением центральной нервной системы, называется нейропатия, отсутствие чувствительности к приближающейся гипогликемии. И это особо опасная категория людей. Потому что вот эта чувствительность к гипогликемии, кстати, что пациент чувствует? Да, чувствует вот пот, вот вделение. Смотрите, я сразу спрошу. Допустим, вот человек бежит в марафон 42 километра, и если у него нет остаток питания, то рано или поздно, скорее всего, начнётся упадок силы, какой-то озноб, может быть, покалывание в мышцах. Вот это всё является одним из их симптомов гипогликемии и снижение сахара, уровень сахара в крови. Но может быть, да, может быть. Только вот в отличие от пациента с диабетом, человек, который без диабета, когда сахар начинает падать, организм реагирует, надпочечники дают адреналин, нороадреналин, печень освобождает сахар, и сахар начинает расти. А у пациентов с диабетом не всегда это бывает. То есть бывает, что пациенты настолько уже гипуют, то есть настолько у них сахар падает, и организм к этому состоянию уже привык, что сахар может падать до нуля. И здесь идёт не просто он не сможет себя спасать, он просто потеряет сознание где угодно. Это может быть в зале, где он занимается, это может быть в метро, это может быть за рулём, и куча аварий зарегистрирования именно связанных с гипогликемией за рулём. Кстати, и здесь важности тоже спорта и после спорта. Мы же знаем, что мышцы сокращаются ещё после спорта 24 часа или 48 часов в зависимости от интенсивности спорта. И это улучшает с одной стороны чувствительность к инсулинам, то, что мы говорили, а с другой стороны это больше риск гипогликемии после спорта. А человек после спорта где может быть? Он может быть в метро, а может быть за рулём, а может быть с ребёнком в магазине. То есть здесь очень важно, чтобы пациенты правильно об этом думали и принимали соответствующие меры, чтобы у них не было гипогликемии ни до, ни во время, ни после. И здесь важность непрерывного мониторинга глюкозы. То есть пациент, когда занимается спортом под прикрытием непрерывного мониторинга глюкозы, он видит, как ситуация меняется и по крайней мере может как-то что-то сделать вовремя, скажем так. И важно, чтобы пациент ходил с надписью, что у меня есть диабет. Вот, я хотела спросить. Наверняка же есть такие не суперответственные люди, которые не контролируют такой онлайн уровень сахара в крови, уровень глюкозы. И если я как просто прохожий, простой обыватель, прохожу мимо такого человека, вижу, что ему стало плохо, он напал в оборок. Вот что мне надо сделать? И мы знаем, что он с диабетом, да? Мы не знаем. Как понять? Вот и здесь ответственность пациента. Поэтому надо, чтобы или у него был прослед, где видно, что у этого человека диабет. То есть я прихожу, да, действительно, мимо этого человека, который ему стало плохо. Что ему давать? Воду, сахар, или может быть у него это лекарство, которое он принимает, или может быть у него просто нет диабета, ему стало плохо, может быть это инфаркт там. А кто знает? А когда я вижу вот надпись любую, которая говорит, что у этого человека диабет, я знаю сразу, что я должен ему давать сахар как минимум. Да? Потому что это, скорее всего, признаки гипогликемии. Ну, то есть он должен носить с собой какой-то, да, познавательный знак, там, знаю про следующее, что-то, да? Да, что у него есть диабет, у него должно быть всегда с собой стресс для купирования гипогликемии. И очень хорошо, если он с тренером занимается, что он сказал тренеру, что у меня есть диабет, чтобы тренер был в курсе, или любой человек, который находится в зале, может быть администратору сказать. Ага, хорошо. Если, допустим, не знаю, иду в метро, вижу, что человеку стало плохо, у него там есть браслет, что я диабетик, вот что я должна сделать? Ну, то есть как я ему могу помочь как-то? Хотя бы там до приезда скорой. Да, то есть здесь в основном, в основном ведущая причина – это гипогликемия, то есть низкий сахар, ему нужно давать сахар. Или мы его ищем у него в сумке, в кармане, скорее всего, у него есть или сахар, или аскорбинка, или конфеты, или любые. Ну, не все пациенты правильно купируют гипогликемию, но тем не менее у них часто бывает что-то рядом. Или газировка, да? Или найти у любого вот человека, который сидит рядом, любой источник сахара. Это может быть быстрый источник, как у Кока-Колы, например, да? Это может быть любой сок, или сахар в чистом виде, то, что там самое лучшее, или, в общем, что угодно, только сахар. И не давать ему жир. То есть некоторые дают шоколадку. Шоколадка точно не спасёт, потому что это жир. Пока организм получит этого инсуина, уже сахар, он уже с ума сойдёт. Понятно. Это важное замечание. Так, да, ну вот тут преимущество прогулок пешком и скандинавская ходьба, в частности, мне кажется, да, даже если человек там не может, ну, по тем или иным причинам, не хочет бегать и заниматься активным спортом, то просто прогулки, они же тоже, наверное, влияют. Абсолютно влияют. И здесь никаких особых инструментов не нужно, не надо искать там фитнес-клуб по близости, можно этим заниматься на даче, где угодно просто, да? То есть нет оправданий не заниматься. Главное, чтобы не лень была, да. А, вот ещё про прогулки перед сном. Они тоже влияют с пользы на организм? Но смотрите, вот прогулка перед сном, это мы говорим прогулка, да? Это не интенсивная нагрузка, это не та нагрузка, которая вызывает низкого сахара крови, это прогулка. То есть пациент просто делает минимальной физической нагрузкой для улучшения чувствительности к инсунину перед сном, чтобы у него был минимальный риск гипергликемии, то есть большого сахара, после ужина. Потому что он или занимается и идёт ужинать, например, и ложится спать, или идёт перекус и ложится спать, да? То есть только из-за этого. А здесь, скажем так, чтобы пациенты не поняли это неправильно. Потому что некоторые вот занимаются спортом перед сном. Я вообще не рекомендую заниматься спортом после 18 часов. Почему? Потому что дальше идёт покой, человек идёт отдыхать, мышцы продолжают сокращаться. И что мы получаем? Гипогликемию во сне. То есть вместо того, что мы улучшаем функции организма, мы получаем микроинсульт во сне. А вообще влияние уровня сахара в крови подвержено как-то времени суток? Ну, конечно. Часто бывает, что пациенты отмечают, что у них высокий сахар утром. Это в основном связан, тоже здесь мы говорим, дифференцируем, первый или второй тип, но в основном гипергликемия или феномен утренней зоры в основном связан с повышением уровня контраинсулярных гормонов, как, например, кортизол. Он мешает инсуину работать, потому что... Кортизол – это гормон стресса? Кортизол, да, гормон стресса. Он идёт как максимальная концентрация утра, днём чуть меньше, а вечером практически отсутствует. Вот. И этот инсулин, этот кортизол умещает инсуину работать. То есть он ему говорит, давай ты в сторону, мне сахар нужен и так далее. И потому что организм утром запускается, да, после сна, а ему нужен сахар. Вот кортизол, он помогает. А чем ближе к вечеру, соответственно, тем идёт реакция. Да, да, да. Поэтому чувствительность к инсуину, но это тоже индивидуальный момент, но мы сейчас, скажем, если рассматривать со стороны вот кортизола, да, чувствительность хуже всего к инсуину утром, днём лучше, а лучше всего вот вечером. Понятно, понятно. Вот что вы можете сказать по этому поводу? При длительной физической нагрузке. Смотрите, здесь, если мы говорим длительная физическая нагрузка, мы обязательно должны вот в основном здесь говорить о первом типе диабета. То есть в основном мы говорим, что пациенты с первым типом диабета, то есть пациенты, которые в основном получают инсулин, да, для нормализации уровня сахара в крови. У них должна быть спланированная нагрузка. То есть они знают, что в понедельник, вторник, там, четверг я иду заниматься, там, несколько часов, да. Для этого это им крайне необходимо для того, что они заранее могли принимать решение по поводу дозы инсулина, которую они получают. То есть некоторые пациенты, они получают инсулин с помощью шприца ручка. Что это означает? Это означает, что человек вчера колол себе инсулин ночью, длинный, который действует на следующие 24 часа. Понятно. Если он знает, что на следующие 24 часа я буду заниматься, значит, он должен принимать какое-то решение по поводу дозы этого инсулина. Хотя, часто бывает, что пациенты меняют не длинный инсулин, а короткий, который делают перед сном, перед приёмом пищи. То есть, обычно колет 10 единиц перед едой, да, и после физической нагрузки он должен колоть меньше, ну, в основном на 10%. Но, всё равно, этот показатель мы с пациентом определяем с помощью непрерывного мониторинга. То есть, когда пациент впервые занимается спортом, он на инсулины, ставит монитор и смотрит, как организм реагирует на следующие 2 дня после физической активности. Понятно. Уровни сахара, да, плюс уровни инсулина. И здесь мы даём ему достаточные вот рекомендации для этого. Но, факт остаётся в том, что пациент заранее должен уменьшить дозу инсулина перед занятием спорта. И в основном, если это инсулиновая помпа, мы говорим, за 2 часа до занятия спорта они должны уже уменьшить дозу. Анас, нас в комментариях по трансляции спрашивают. Кстати говоря, если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях в чате, мы постараемся с Анасом на все вопросы сегодня ответить. Просит рассказать, как работает инсулинорезистентность, как получается так, что инсулин не воспринимается и как спорт может изменить этот механизм. Да, отличный вопрос. Инсулинорезистентность это когда организм плохо чувствует инсулин. И это напрямую связан с жиром. То есть, жир стоит как стена между инсулином и клетки. Как больше у нас растёт жировая масса, имеется в виду белый жир, мы можем ещё об этом поговорить. Да, ещё. А вот как хуже организм воспринимает инсулин? По разным причинам. То есть, у нас получается как? Это замкнутый круг. Когда растёт масса, да, пожелудочная должна давать больше инсулина, потому что было 50 килограмм, стало 60-70. Это раз. Когда пожелудочная даёт больше инсулина, конечно, не всегда организм чувствует этого инсулина, который мы даём. И потом этот инсулин даёт ещё больше жировую массу. То есть, больше инсулина сопровождается всегда больше жировой массой. И человек растёт и растёт и растёт. Если мы будем заниматься спортом, мы напрямую влияем на жировую массу, то есть, жировая масса начинает снижаться, чувствительность к инсулину из-за этого начинает улучшаться, и в итоге потребности вот в инсулин со стороны божжелудочной железы начинает снижаться, и таким образом мы влияем на инсулин резистентность. Интересно, очень интересно. Логика ясна. Ещё спрашивают, требуется ли что-то с повышенным сахаром натощак, насколько это критично и какие значения? Вот, это очень критично, потому что это последняя остановка до установки диагноза диабет. Если мы можем вести себя правильно и профессионально, мы можем уйти от диабета вообще навсегда. А если нет и тянут, это легко превращается в диабет. То есть, мы всегда, мы говорили, что это есть вот серая зона. Вот, диабета нет, но скоро будет. И мы к этому идём каждый день. потому что всегда диабет начинается с нарушением, как называется, толерантности к глюкозе. Это начинает нарушение гликемии натощак, потом нарушение после еды, потом уже везде, и натощак, и после еды, и вот тебе диабет. Самое важное, вот, почему здесь мы говорили про диагностику, что вовремя, если мы можем, если мы уже диагностировали нарушение гликемии натощак, вот здесь, это последняя остановка до диабета. Нужно взять этого пациента и вытащить с этой серой зоны в норму. И это реально. А если уже установить диагноз диабет, но надо лечить с помощью физической нагрузки, вот мы как раз говорили, что это же результат инсулинорезистентности, то есть организм уже теряет контроль над сахаром, и сахар уже растёт в крови. С помощью питания, с помощью физической нагрузки и сейчас есть современная терапия, которая напрямую влияет на инсулинорезистентность и нарушение гликемии натощак, и это непожизненная терапия, в отличие от сахароснижающей терапии, которую пациенты в основном получают. Понятно. Не вопрос, но просто комментарий. Ольга нам пишет, что вы делаете со мной, не хочется пропускать такие встречи интересные. Итак, продолжаем. Вот это мне, ну то есть для меня это очень умно, но если вы расскажете подробнее и объясните, то я буду очень благодарна, я думаю, что наши зрители тоже. Гипергликемия и ацетона? Да, да. Смотрите, получается, сахар это основной источник энергии для организма. Мы кушаем, организм получает в итоге сахар, и мы совершаем вот ежедневные нагрузки и так далее. А когда сахар начинает расти в крови из-за того, что инсулина нет, потому что мы всегда говорим, что инсулин это как ключ, а клетки это замок. Инсулин приходит, открывает клетки, а сахар поступает из кровообращения туда, и организм получает соответствующую энергию. Если сахар растет в крови, это говорит о том, что клетки голодают, то есть он там скапливается, а в клетках ничего нет. А организму нужна энергия для того, чтобы совершить физическую нагрузку. Что он делает? Он начинает смотреть в сторону запасов, которые у него есть. Это жировой ткан. Он берет жировой ткан и его превращает в энергию. Результат расщепления жира – это ацетон. Это крайне такой вот токсичный продукт. Вы представляете, ацетон, который убирает лак. Да-да-да, понятно. Что он может творить с организмом, с сосудами, с мелкими сосудами. Вот мы говорили воводу осложнений на уровне глаза и так далее. Почему всегда глаз поражается? Вот почему. То есть результат гипергликемии – это ацетон. И ацетон накапливается везде. Кстати, больше всего он накапливается ещё в желудке. И мы, если возвращаемся к симптоматике при диабете, это запах ацетона изо рта. Потому что он накапливается в желудке и даёт такой специфический запах. Или фруктовый запах. Это запах ацетона. Это крайне, скажем так, токсичный продукт и делает везде химические, скажем так, ожоги, потому что это и есть ацетон. Ну да, наверное, стало более понятно. А вот тут у вас ещё указано, что гипергликемия 14 милимоли с кетоном является абсолютно показателем для выполнения физических упражнений. То есть это прям какой-то же такой суперфизический. Ну представляете, организм уже мучается, страдает от ацетона, мы должны его спасать, а мы ещё говорим давай ещё физическую нагрузку. Окей, тогда какой уровень сахара в крови вообще является нормой? А норма или для физической нагрузки? Для диабетика. Норма для диабетика до совершения физической нагрузки. Смотрите, то есть мы всегда рекомендуем, чтобы сахар был от, скажем так, 5, хотя цифру 5 мне не нравится, потому что она легко может на фоне физической нагрузки превращаться в 4, в 3, что это крайне опасно. Идеальная цифра это 7, да, максимальная цифра это может быть 13 при отсутствии ацетона и то бывает по-разному. То есть, чтобы вы поняли, вот когда гипергликемия сахара больше 10, организм находится в тяжелом состоянии. То есть, он и так с собой, вот эти 3 лишние, 4-5 лишние миллимолия, можно сказать, что это как лишние 70 килограммов, которые организм тэшит с собой. А мы еще ему говорим, давай надо бежать, давай надо туда, сюда и так далее. Если организм не дошел до такого уровня, где идет голодание, вот инсулина везде и развитие ацетона, тогда здесь можно сказать, что можно начинать с кардио, мы таким образом улучшаем чувствительность к инсулинам, потихоньку сахар начинает падать. То есть, помимо того, что заниматься, еще и контролировать. А если сахар 7, 8, 9, 10, можно спокойно заниматься. То есть, такие могут быть комментарии по поводу уровня сахара. Понятно. Понятно. А вот это высокий уровень глюкозы, но без ацетона. То, что мы говорили, да, то есть, например, сахар 13, ацетона нету, пациент начинает с кардио, он улучшает чувствительность к инсулину, занимается и смотрит, какой уровень сахара. Если сахар продолжает дальше расти, то есть, мы должны следить за развитием, да, ситуации, что происходит дальше. Если сахар 13, который превращается в 11-10, это отлично, мы всё делаем правильно. Если это сахар 13, а мы решили ещё штангу поднять, который ещё даёт высокий сахар, а сахар уже 14-15, то тогда мы идём смело в сторону кетоацидоза. ацетон растёт в крови, и мы уже вводим, вместо того, что улучшит состояние организма, мы его вводим в состояние интоксикации. Про пить достаточное количество жидкости, как может жидкость помочь при этой ситуации? Вот как раз жидкость помогает в плане снижения риска развития ацетона в крови. Даже если он чуть-чуть появился, иногда ацетон может появиться и на фоне голодания, и на фоне гипергликемии. Жидкость помогает, что организм при циркуляции жидкости расстаётся с этим ацетоном, и он уходит, фильтрирует его почки, уходит уже с мочой. В общем, токсином выходит из организма. Понятно. А вот что касается очень интенсивной, но короткой нагрузки с нормальным уровнем глюкозы. Здесь нужно стараться избежать развития гипогликемии. То есть это основная проблема. Гипогликемия, понятно. То есть если хороший сахар потом превращается в 3 и в 2,5 и так далее, это уже проблема, катастрофа. То есть хороший сахар, интенсивная короткая физическая нагрузка, это означает, что мы должны или перекусить и продолжать эту нагрузку, или под жёстким контролем смотрим на мониторы или с глюкометром, что происходит с сахаром. Знаете, что здесь проблема ещё другая, что чувствительность всё-таки гипогликемии. Вот человек, который занимается спортом, он может получить ранение во время спорта и не почувствовать, почему из-за того, что есть эндорфин. Ну эндорфин, да, там кармон радости. Да, он как работает, как этот, как бейсболивающий. А представляете, как насчёт гипогликемии. Человек не всегда чувствует. Это означает, что сахар падает, он в состоянии айфории, он это не видит, не чувствует, и это может довести до критических цифр, где он почувствует уже помутнение в глазах и потери сознания. Поэтому, если сахар нормальный, всегда мы говорим, что надо перекусить, уже в зависимости от уровня сахара, решить, какой перекус. то есть пациент с диабетом знает из понятия углеводных единиц или хлебные единицы, это сколько граммов углевода они должны принимать до физической нагрузки, и мы решаем, что там одну хлебную единицу, две хлебные единицы, там три хлебные единицы, в зависимости от уровня сахара вот до начала спорта, да, и в зависимости от длительности вот этой вот интенсивной нагрузки. Вы чуть ранее сказали про тяжелую атлетику и поднятие штанги, в том числе, что она тоже влияет на выброс сахара в крови. Как вот биохимически это связано? Ну, это биохимически достаточно такая вот серьёзная вот тема, но это заключается в том, что есть у нас в организме аэробное и анаэробное дыхание. То есть нагрузка, которая за счёт вот кислорода, дыхания, вот и так далее, или нагрузка, которую организм использует завершает за счёт внутренних ресурсов, где дыхание не участвует. Здесь печень даёт достаточный выброс сахара из-за того, что это серьёзная нагрузка и требует большую энергию, и сахар начинает уже расти в крови. То есть для них, для этих пациентов мы всегда подбираем индивидуальную терапию, особенно те, которые на инсулине. Они получают индивидуальную схему вот дозы инсулина под контролем непрерывного мониторинга. То есть они начинают нагрузку, мы видим эту кривую, вот как сахар растёт, где он растёт и когда он растёт. То есть он может расти через 15 минут, через 30 минут, через 45 минут. Всё-таки люди по-разному, и у них запас глюкозы в печени тоже бывает по-разному. Мы смотрим, и под этим мы подбираем индивидуальную инсулино-терапию для данных пациентов. Те, которые вот на таблетированной терапии, то есть в основном второй тип диабета, они не требуют вот такую вот, скажем так, дополнительную схему лечения. Мы только им говорим о том, что нужно стараться часто контролировать уровни сахара в крови с помощью глюкометра или монитора. Вот, я как раз хотела спросить, окей, я занимаюсь спортом, хожу в зал, не знаю, там занимаюсь тяжелоатлетикой, что мне нужно иметь с собой, чтобы я контролировала уровень сахара. То есть я там палец каждые пять минут не буду же колоть, скорее всего. Но и помимо того, что руки могут быть грязные, и каждый раз, когда нужно колоть палец, надо пойти мыть руки и так далее, здесь идеально подходит мониторинг. То есть если как раз мы говорим, как новые технологии, они улучшают качество жизни вот людей с диабетом. Мониторинг, он передает значение на мобильный телефон, и можно смотреть в режиме реального времени, как сахар меняется. То есть, и причем эти варианты есть у нас на рынке, их немного, там два варианта, или в основном медтроник, который вот приборы в режим реального времени передают на мобильный телефон, уровни сахара, или флеш-мониторинг, как называется, вот фристайл-либра, который передает уровни сахара на, ну, на телефоне, только нужно для этого вот сканировать датчик. И как они понимают уровень сахара? Как? Как они считывают уровень сахара в крови? Это достаточно такой интересный вопрос. Там получается, что сенсор, да, такой, такая штучка, да, она устанавливается вот... На предплечье? На предплечье, и есть маленькая такая волоска попадает в подкожно-жировую клетчатку. А, понятно. Вот эта вот волоска, там внутри есть реактив, и он смотрит уровни сахара в межклеточной жидкости. Ага. Да? И потом он считает, вот смотрит, какие там сахара, как и меняются, и накапливает информацию в этой штучке. Каждый раз, когда пациент сканирует, он видит уровни сахара вот за последние даже 8 часов. А есть и другие приборы, которые даже не надо сканировать, вот непрерывно передаёт информацию на телефон, причём не только пациенту. Можно настроить, чтобы передали информацию пациенту, лечащему врачу, родителям, если это ребёнок вот в школе. И они все смотрят и контролируют, и получают специальные сигнализации при повышении или снижении уровня сахара. То есть можно и позвонить, и уточнить, и просить там, если это ребёнок, чтобы там воспитательница подошла, что-то сделала, если это вот в спортзале там, и человек, ну, несовершеннолетний, можно позвонить тренеру. То есть это очень интересно. Круто. Да. А, ну вот как раз про штангу и повышение глибоза в крови, да, понятно. Всё понятно, а она, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что вообще вот эта стратегия корректировки лечения, она подбирается, ну, и должна подбираться каждому индивидуально, в зависимости там, каких-то персональных моментов, нюансов. Ну, и на чём главному основывается? Ну, в основном это основывается на возраст, да, стаж диабета, наличие, отсутствие осложнений и вид терапии, который пациент получает. То есть есть, мы говорим, что есть более интенсивные, скажем так, методы лечения, как инсулина, да, где требует вот вмешивания здесь и сейчас, и достаточно непростой, скажем так, способ контроля, да, сахара. А есть пациенты, которые на таблетировании терапии, это, скажем так, мини, скажем так, выраженные изменения во время нагрузки, и этим пациентам, которые на инсуинной терапии даем специальные рекомендации, как нужно себя вести, как можно уйти максимально от побочных действий препаратов, которые они получают, как гипогликемии, и что нужно делать, если мы получаем гипергликемии во время или после, или до спорта. То есть мы даем, дорожную карту, да, специальные инструкции для конкретного пациента, как он должен себя вести. И это действительно отличается очень сильно в зависимости от пациента, его возраста и стажа, и самое главное, наличие или отсутствие осложнений диабета. То есть мы ни в коем случае не говорим, что нельзя заниматься спортом, но мы говорим, что есть определенный специфик, который нужно изучать и нужно оценить вовремя. Потому что иногда пациенты, бывает, что действительно они не готовы к спорту, надо их лечить. Есть определенные моменты, которые нужно, скажем так, обсуждать с пациентом, провести определенную диагностику. Если мы видим, что пациент готов, мы говорим, всё, иди занимайся, вот раз, два, три, надо учитывать. Если мы видим, что есть какие-то изменения, которые требуют, особенно то, что связано с глазами, да, вы правильно подчеркнули, и то, что связано с сердечно-сосудистой системой. То есть, как я могу отпускать пациента заниматься спортом с диабетом, если у него неконтролируемое артериальное давление, да, которое требует сначала вот контролировать, и после компенсации тогда можно спокойно отпускать пациента. Понятно. А вот эта дорожная карта, которая выдается человеку, как часто она должна корректироваться? Вот, знаете, что, самое важное метод лечения для любого пациента с диабетом это обучение. Всё-таки обученный пациент, он часто принимает полиправильнее решение, чем пациент, который действует от фонаря, да, поэтому мы изначально обучаем. А если пациент обученный, он уже знает, как себя вести и как нужно корректировать. То есть, знаете, что, нет такого, что я говорю пациенту, тебе нужно колоть 10 единиц инсулина. Я учу ему, я учу пациенту, как нужно посчитать этой дозой, он самостоятельно их считает. Понятно. Да? То есть, и таким образом он есть меньше привязан к доктору с одной стороны, с другой стороны самостоятельно может принимать пока не мере вот правильные решения за исключением какие-то там эксклюзивные, да, моменты, которые могут встретить пациента и не знают, как себя вести. Ну, окей, а с какой вообще регулярностью надо появляться, показываться врачу, появляться у него, чтобы какой-то мониторинг тоже осуществлять. Это связано с нагрузкой или вообще по жизни если есть диабет? если с нагрузкой, да, с нагрузкой при диабете. Но если с нагрузкой, с диабетом, знаете что, есть что-то понятие, которое называется target and range, да, время пребывания в рамках целевого уровня сахара. Если пациент всё время находится в рамках цели, у него всё хорошо, зачем ему нужен этот эндокринолог, да, а если есть какие-то изменения, главное обращаться к эндокринологу вовремя, да, чтобы не пошли дальше. Вот это вовремя, оно когда? Ну, а знаете что, сразу видишь, что ты потерял контроль над сахаром, иди к доктору, не надо тянуться с этим, потому что это означает, что у нас ежедневные ухудшения, да, которые мы можем просто сэкономить одним визитом к доктору. Понятно. А если пациент видит, что у него всё хорошо, да, и сахар в норме, и никаких изменений нет, тогда достаточно один раз в год в рамках диспансеризации, да, и смотреть там по органам, по системам, какие есть изменения, и мы говорим, что вот нужно гликирование гемоглобин, то есть средний сахар за последние 3 месяца смотреть один раз в 3 месяца, и это тоже как цель, да, целевой, есть целевой гликирование гемоглобин, то есть средний сахар за последние 3 месяца, и есть целевой уровень сахара, вот какой у него сахар в течение дня, да, если мы говорим пациенту, что тебе нужно, чтобы сахар был от 5 до 10, да, это означает, что пациент должен стараться, чтобы сахар течение дня остался в рамках 5-10 компенсирование пациент считается тот пациент который держится в рамках этого диапазона 70 процента времени и более да то есть если пациент смотрит на мониторе или на глюкометры что он 70 процентов времени он в рамках диапазона это означает что 16 часов в сутки плюс да значит что он компенсирован если он видит что нет там 40 50 или был в компенсации а уже вот какой-то там периодом находится вне компенсации лучше тогда сразу обращаться вот за помощью так понятно окей едем дальше от может быть прокомментируйте этот график это очень интересный график показывает как организм реагирует на инсулин в покое то есть человек вот первый до человек который вот мы видим где прямая до линия это вот как инсулин действует на человек который без физической нагрузки то есть еле-еле мы вводим если не еле-еле сахар падает а второй пациент пациент который вот занимается регулярно спортом и мы видим как инсулин гораздо быстрее и больше снижает сахар в миллимоле то есть чувствительность то что мы говорили да для чего нам нужен спорт для улучшения чувствительность к собственному инсулину или концу не который мы даем и здесь как раз это очень хорошо видно как сразу на фоне терапии сахар снижается до нормы а первый вариант нет еле-еле сахар снижается как раз здесь он приходит к доктору говорит вот что-то не помогает сахар там был 15 ну на фоне корректе стало 13 14 что делать давай еще больше инсулина вот я хотела спросить этот вопрос я дома просто он глупо или не глупо если он покажется глупо вы все равно ответе если я если человек с диабетом не занимается спортом не участвует физических нагрузках может у него возникнуть ситуация привыкания к инсулину чтобы требовались большие дозы но в общем вообще-то пациенты и к н к этому и идут то есть это связано же с массой тела да то есть пациент не занимается спортом однозначно с возрастом снижается метаболизм снижается скорость в метаболизме энергообмен и склонность к повышению веса чем больше вес чем больше сирен и сына резистентность то есть ухудшение чувствительность к инсулину чем больше потребуется нам ему колоть инсулин и дальше идем к наращиванию дозы инсулина понятно понятно ладно все ясно так но про это наверное мы с вами уже так в общем рассказали глобально может если есть столько что добавить но здесь да я всегда добавляю именно вопрос гипогликемии гипогликемии это крайне важный момент который нужно избегать потому что гипогликемия если случится помимо того что если да мы правильно все делаем правильно все компенсируем это цепочка разных отклонений которые они будут сопровождать пациента в течение дня то есть сначала реагируют надпочечники дают вот адреналин нороадреналин и ускоряется пульс и ускоряется там кровопрошение повышается артериальное давление ускоряется даже моторик желудка начинается истерика потому что организм требует сахара и так далее и дальше через два часа еще организм дает другой гормон который называется кортизол этот кортизол он ухудшает чувствительность к инсулину в течение дня то есть он решает что вот инсулин плохой из-за него я гиповал на тебе кортизол и мы не будем тебя чувствовать следующие 24 часа то есть помимо того что пациенты пострадали от гипо дальше очень резко падает эффективности лечения то есть мы и гиповали а терапия уже не помогает им переходится больше колоть инсулин для того что получить вот нужный результат а это больше в конечном итоге вызывает гипогрекемии снова но замкнуты груда да так понятно вот тут еще сказано что в интервал 2-3 часа после приема пищи на инъекции инсулина необходимо воздержаться от физической нагрузки почему почему это так но смотрите у ультра короткого инсулина есть время время действия мы говорим что если мы колем инсулин за 15 минут до еды означает что сахар он должен возвращаться к норме где-то через два-три часа то есть за время действия инсулина если мы кололи инсулин да и инсулин работает он снижает уровне сахара мы добавляем через час физическую нагрузку что будет понятно будет гипогликемии понятно поэтому три часа все через три часа мы смотрим сахар в рамках целевого уровня у меня нет ультра короткого инсулина который может вызвать гипогликемию давай будем заниматься спортом и тогда будет меньше шансов пока не мерить для появления гипогликемии чем через час или через два часа после инъекции понятно а вот это вот наверно хлебные единицы да про который как раз да и это смотрите нужно к этому относиться как-то но это такая примерно как как нужно себя вести а все равно каждый пациент получать индивидуальные рекомендации но здесь мы видим что в зависимости уровня сахара сколько нужно есть и в зависимости от физическая нагрузка то есть понятно что если сахар около пяти и у нас интенсивная нагрузка обязательно нужно делать перекус в размеры двух например хлебных единиц и кстати очень важно давать такой вот долго играющий углевод у нас есть понятие называется гликемический вот я хотела я хотела говорить вот эти вот хорошие плохие углеводы допустим то можно наесться булками на ночь и поднять таким образом поднимаешь и сахар и настроение конечно а может сесть там не знаю макароны или гречку и эти углевод которые будут долго расщепляться и дадут необходимый уровень энергии без такого резко скачка сахара да 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 то есть мы мы должны выбрать продукты с гликемическим индексом со средним гликемическим индексом то есть если мы говорим что гликемический индекс продуктов от 3 до 110 то мы стараемся выбрать продукты где-то там 30 40 до 50 60 гликемический индекс если это достаточно быстрый углевод который вот нет другого варианта кроме его принимать тогда к нему нужно добавить жир всегда жир снижает гликемический индекс шоколадка ну например да шоколад и таким образом организм но получите углеводы скажем так постепенно то есть вопрос такой что чем быстрее углеводы всасываясь чем больше вероятность что сахар будет больше чем нужно в крови если нет диабета то есть если на время для всех этот вредность и продукты с высоком гликемическим индексом почему вот сок до даже свежевыжатый крайне вредный продукт как бы ни крути да и нельзя его не детям не взрослым не позже никому да а потому что как говорят стаканы биседного сока натощак все европы пьет в сериалах красиво на завтраке я тоже пью но это вредно понятно но здесь не об этом идет речь речь идет о том что если углеводы всасывается быстро это сопровождается большим выбросом инсулина в крови а то что всасывается быстро быстро заканчивается а инсулин остается понятно да и дальше у нас будет боема того чтобы получить большой рост сахара до дальше у нас будет гипогликемии то есть все люди которые вот увлекаются этим у них склонность к ожирению почему потому что большой выброс инсулина это увеличивает масса жира дальше инсулин куда пойдет абельсиновый сок закончился инсулин остается он вызывает гипогликемии поэтому у этих людей часто хочется все время что-то сладко да потому что сахар у них падает а давай мне больше сахара а потом сахар снова по а давай мне то есть идет глюкозозависимость это 1 2 это вот нарушение диеты которые сопровождают дальше кучи других нарушения да там растет инсулин резистентность после инсулин резистентность растет гормон называется лептин лептин это гормон голода все время человек вот голодный наращивает вес то есть он уже у этого жира работает из-за этих неправильных вот поведение в течение дня это хороший на своем переход получился от ревных единиц но было интересно а вот но это наверно просто как расшифровка то что что нужно что не нужно как примеры да понятно что можете сказать по спасности упражнений при диабете 1 2 типа то есть мы здесь мы говорили уже поводу гипогликемии да что вот гипогликемии мы должны избегать где-то что угодно чтобы сахар не падал не до него время не после физической нагрузкой но еще и гипергликемия это тоже опасно если это сопровождается вот развитием ацетона то что мы говорил то есть и гипергликемия не нужно и гипогликемии нужно только разница между гипер и гипо то что гипо это острое изменение здесь сейчас у нас катастрофа да а гипергликемия такое ощущение что он это ждет этот процесс мы же почему говорили что пациент с вторым типом они гуляют до 10 лет без диагноза потому что у них проблема это гипергликемия это хронический процесс то есть человек не умрет от сахара 10 не умрет от сахара 12 несмотря на то что это два раза выше норма да если мы говорим что норма 5 а 12 этого два в три раза выше норма но зато если сахар 3 9 и ниже он действительно может потерять сознание и очень серьезно страдать хотя это на 1 и 1 миллимоль ниже чем норма да то есть гипо это острый процесс нельзя допускать ни в коем случае а гипер это процесс который да можно сказать что это отклонение но у нас есть возможности что это делать у нас есть время понятно понятно что не все так просто она вода это опять же про гипогликемии это когда она может когда она может развиться а редко во время или сразу после упражнения во время действительных упражнений но да понятно это то о чем в принципе уже проговорили прекрасный вопрос это вопрос к вам но если лично камни то я считаю что дополнительная физическая нагрузка никогда не повлине когда не повредит и более того ее разнообразие не повредит вдвойне но я хочу услышать также и ваше мнение но мне кажется что физическая нагрузка который бывает вот на работе все таки это можно сказать как стресс больше степени чем физическая нагрузка к которым получаем удовольствие скорее всего да смотри кто как да кимуром это конечно но и физическая нагрузка мы говорили что как она хорошо улучшает чувствительность к инсулину да и я считаю что после работы это как ну как многие отмечают что это метод который расслабляющая да то есть это антистресс но такой да релакс но я не знаю такую работу который например дает эндорфин после я тоже согласна что спорт это всегда всегда помощь да это разгрузка она у нас еще один вопрос в чем отличие инсулина от приема таблеток при диабете 2 типа но это уже вопрос к лечащему врачу потому что мы говорили что инсулин это более интенсивный метод лечения иногда бывает что кроме инсулина ничего нет нельзя ничего назначать иногда бывает что ситуация требует кратковременное назначение инсулина да и потом уже с дальнейшим переводом на таблетированные терапии то есть здесь врач должен на месте принимать решение до какой метод лечения должен быть но здесь я могу просто сказать так в кратко что пациенты с плохим контролем сахара то есть у них сахар большой и получают таблетки ничего них не получается бывает и что мы их переводим на инсулин терапии какой-то там период пока уже мы не достигнем целевых значения и дальше уже потихоньку переводим на таблетированной терапии то есть у таблеток есть определенная скажем так определенная сила плане вот снижение сахара если сахар до 10 11 12 может быть каким-то образом работаем таблетки с таблетками а если уже там 15-18 мы приходим вот в острую опасную фазу здесь приступает инсулин как или постоянное лечение или как временное лечение понятно понятно вот этот как раз прибор который говорил это глюкометр назвать это вот когда палец колоть да понятно так да но рекомендации какие можете дать рекомендации советы при при диабете помимо того чтобы заниматься спортом это понятно но я скажу так что начиная мне не нравится что когда говорят что диабет это образ жизни и так далее чувствуешь что здесь надо все менять какой-то там образ жизни я думаю что пациенты с диабетом самое главное в его жизни чтобы эндокринолог ему подобрал правильное лечение вовремя а 90 процентов компенсация и профилактика осложнений это правильное питание то есть если делать акцент на таблетках и на инсулин это неправильно если только на питание это тоже неправильно хотя на определенном этапе как мы говорили преддиабет можно действовать действительно питанием и это идет как питать диетерапии и так далее но потом после появления диабета здесь должно быть на первом месте питание и дальше адекватное лечение которые вот врач подбирает ну да понятно питание питание все-таки определяет мне кажется это но одна из главных основополагающих что перед тем как пойти за общей заниматься спортом лучше проконсультироваться с врачом и выбрать эту нагрузку которая подходит именно вам конечно это это чтобы себя обезопасит ну и понять да что что нет что нет каких-то противопоказаний базовые советы для начинающих программа упражнений я тоже на присоединиться к этому чтобы мне кажется главное это выбрать себе занятие по вкусу чтобы его не забросить на второй день и чтобы он действительно приносил вам удовольствие начинать медленно и спокойно носить удобную обувь пить достаточное количество жидкости ну и не диабетика что еще но как бы это должен быть прослед какой-то и часто бывает что прослед или вот ну цепочка может быть с такой вот карточки есть раньше выдавали вот каждому пациенту вот карточка диабетика там написано и кстати везде и в америке и европы там такая вот маленькая карточка написано фамилия имя отчество тип диабета и лечение да что он получает и в экстренных случаях можно посмотреть и даже реаниматологи если он там дойдет даже до реанимации он это увидит и для него это уже важный ориентир потому что есть определенный отрезок времени с момента когда у человека потерял сознание до установки делать что он с диабетом который можно легко экономит с помощью вот этой карточки ну да это хорошие хорошие лайфхак ну и как примеры программа упражнений для начинающих чтобы было в удовольствии она и даже не могла вам помогла бы вам физическая нагрузка осуществить способ внедрения физических нагрузок в вашу повседневную жизнь тоже мне кажется это не какие-то секреты это очевидно достаточно вещи больше двигайтесь и гуляйте со своей собакой поднимайтесь по лестнице пешком они на лифте идите домой домой пешком здесь это говорит о том что не надо различить что пациент человек с диабетом или или без диабета и у них идут одинаковые рекомендации просто мы скажем что пациент с диабетом он больше в этом нуждается потому что это один из способов лечения или компенсации а без диабета не нуждается тоже чтобы не было диабета да да так это пример примере так на средний до средний затрат энергии сколько тратится в час хотел вас попросить еще вот этот слайд прокомментировать он такой тоже достаточно интересный вот да действительно вот все-таки ответственный пациент все у нас к сожалению или к счастью не знаю что мы эндокринологи напрямую зависимо от пациента то есть можно было как-то как гастроэнтеролог там давал там не знаю никсим 40 миллиграмм в два раза в день две недели и гуляй да это было бы отлично это пожизненные пациенты это пожизненные патологии и и наше решение напрямую связано с потоком информации который дает пациент то есть какой у вас был сахар какой сахар после еды какой у вас то есть именно его дневник и насколько пациент ответственно ведет дневник да он от этого зависит на адекватное решение доктора да и здесь как раз важная вот роль играет обучение когда мы обучаем пациент насколько это ответственная задача именно вести дневник смотреть сахар потому что наша даже работа с инсулином в основном она статистическая да то есть нет таких а вот вот четкая да вот рекомендации что этому пациенту на одну единицу этому 2 бывает по-разному а пациенте у меня получает инсулин от 10 единиц в сутки до 150 единиц в сутки то есть это достаточно там индивидуально и так далее здесь помогает очень хорошо дневник самое главное что дневник помогает во время оценить отклонения да если пациент ему ведет и мы видим что все время мы находимся в определенных рамках и внезапно уже уходим за этих рамках да мы можем во время как-то принимать решение по поводу лечения и не только по диабету то есть это комплексный пациент здесь и декринологи кардиолог да и не поняла гинерологи офтальмологи так далее то есть понятно то есть врачу это всегда в помощь такую подругу вот еще это хотела вас попросить тоже прокомментировать увеличение массы баэрово жирная как понимает вообще рост рост мышечной массы да то есть видимо чем а если мы теряем вес то мы не должны терять мышечную массу но вот вот бурая жировая ткань да это вот жир который отвечает в основном за теплообмен да да то есть это вот такой вот кусок жира с огромным количеством вот митохондрии на митохондрии это как электростанция да у нас в организме дают энергию кстати вот интересно у детей у новорожденных огромное количество вот этот бурого жира чтобы сохранить им температур потому что они не умеют дрожат а мы когда нам холодно мы же начинаем дрожать и как-то мы согреваем организм а у детей такого нет поэтому у них много а с возрастом количество жира начинает и снижаться вот снижается вот жир который отвечает за энергообмен то есть это вот активная до от активный кусок жира который участвует и болезнь и одновременно растет белый жир который вот в основном вызывает инсулинорезистентность атеросклерозы изменения и так далее вот здесь важности вот как раз занятия саган телем потому что снижает до белый жир и увеличивает скажем так процент вот это вот бурого жира или там мышечная ткань и так далее круто старом вот спорт и диабет то есть это пациенты которые вот участвовали вот в олимпийских игр там 96-го 2000-х годах и с диабетом и это как живой пример что диабет это не барьер это не ограничение и что если человек на инсулин это значит что он должен умрет через там пару лет и к сожалению у меня достаточно и успешная скажем так примеры в жизни и и неуспешная то есть в основном это зависит от пациента насколько он ответственно какая у него ответственность до ответственность введет и нет и второй момент который немаловажно и надо его подчеркнуть что пациенты которые с диабетом особенно впервые вы были диабет первого типа этом молодая категоры пациентов у них первое время идет определенный игнор то есть он сопротивляется у него должна признаться что он болеет диабетом ему нужно колоть инсуин вот здесь очень важную роль играет и не только антикринолог научу и психолог чтобы его адаптировал к новой жизни с одной стороны с другой стороны как больше он будет тянуть с этим игнором как больше вероятности отклонения и и и осложнения поэтому вот это живой пример что с диабетом можно не только жить можно даже и профессионально заниматься спортом и без особых отклонений и здесь важный роль конечно играет именно обучение то есть эти все пациенты они профессионально диабетики то есть профессионально себя ведут в разных ситуациях здесь тоже чарли кемп вот формула он тоже с диабетом мне кажется что он более 9 9 лет а вот и это для него тоже не ограничение вот и занимается достаточно серьезным спортом знаете что этот вид спор достаточно непростой конечно потому что это огромная нагрузка на глаз да и вот этих при поворотах уже достаточно важно иметь хорошую компенсацию потому что изменение уровня сахара влияет на аккумуляции глаза и человек может просто не вовремя повернуться налево и направо поэтому здесь это 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 эти люди которые вот у них достаточно опасная профессия и для них компенсация хорошая пожизненная пожизненная необходимости скажем так нужно да понятно мне кажется этой фразой и этой цитаты можно было бы закончить наш сегодняшний эфир но я хочу лично от вас получить какое-то такое напутственное слово нашим зрителям и ребятам которые сейчас нас смотрят которые будут слушать записи подкаст такое знаете слово напутственное доктора слова врача вот лично от вас что вы можете посоветовать но то что касается диабета и спорта первое спорт это не ограничение и нельзя никогда слушать вот никого особо на те которые говорят что нельзя заниматься спортом при диабете диабет не является вообще ограничением не по питанию не по спорту не профессии ничего все можно сделать единственное что нужно понять как до получить инструкция от эндокринолога обсуждать все эти вопросы и все мы можем решить вместе поэтому можно и заниматься спортом и все что угодно при диабете даже опасным спортом можно заниматься главное чтобы пациент был компенсирован а чтобы был компенсирован надо вот и поработать с доктором и самое главное обучаться мы говорили что обученный пациент принимает правильные решения и у него всегда все хорошо она спасибо вам огромное за сегодняшний эфир было очень интересно очень познавательно я наверно скажу вам такое не банальное пожелание вас меньше будет пациентов по крайней мере таких серьезных ребят и по крайней мере молодых чтобы там может быть уже ближе к старости развивались бы все эти болезни а молодых было бы поменьше спасибо вам огромное сегодняшний эфир за этот разговор спасибо вам здание спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!